очередной шторм с вами дензи комментирует эту игру играет хоббс красным на этот раз против тандера синим непредсказуемая игра у тандера карта достаточно плохая пустота в центре не так уж много аутпостов я бы на такой карте играл два варшоп старт взял бы райан и сам нужна будет дальность для перестрелок через такие большие расстояния поставил бы здесь свой первый аутпост если бы он в лес здесь 2 и собирал бы все вот эти гейзера направо мне уйти бы на не удалось ну пошел бы налево через экватор хоббс делает нестандартный мураж с тремя големами играет он только ветром два голема более оптимальные как обычно его ошибка новичка неправильно он строит не оптимально темпу плохо подключает гейзера не по кратчайшему маршруту да здесь вылезает аутпост ну что ж решение правильно за исключением того что неправильно поставлены мосты так как например построим по таким образом было бы гораздо короче или построив мосты вот таким образом наискосок опять же было бы гораздо короче священник быстрее бы дошел быстрее бы построил аутпост быстрее бы построили в горемов горему стали быстрее собирать штурмпауэр с pointing в нем штормяйАгар climate секунды здесь имеет значение сейчас ему нужно бежать прям бегом вот сюда это очень важное место изо всех сил его защищать да, Тандер так и делает надеюсь он идет сюда подключил он все гейзеры после того как построил аутпост абсолютно правильно делает все игроки вный шторм так должны делать а вот Хоббс забывает неправильно он начал вертеть мосты нужно было просто отсюда продолжить линию потому что если он подключит отсюда то големы пойдут вокруг и 3 часа будут ходить сюда за этими кристаллами сейчас когда у Тандера есть небольшое экономическое преимущество оно сейчас появится если он еще построит големов нужно атаковать так как у Хоббса нету сейчас денег у него 3 голема работают на домашнем острове 2 на аутпосте да, все правильно делает Тандер несмотря на то что он новичок играет он очень хорошо не забывает он двигать священника строит големы подключает гейзеры все делает как говорится как по учебнику может быть он сейчас не понимает того что у Хоббса у красного игрока нету денег он не может не защищаться не нападать если бы он это понял Тандер то конечно следовало во что бы то ни стало очень быстро напасть на красного чтобы победоносно завершить эту игру неплохо он защитил свои гейзеры защитил своих големов немного странное решение насчет Вирбас но он их очень любит это его любимая тактика он играет так практически все игры строит огромное количество Вирбас защищая их Стон Тауэр по периметру Хоббс по видимо возвращается на домашний остров может он возьмет другие технологии либо а он решил через домашний остров видимо перейти на другую часть карты в зону фиолетового игрока есть очень много гейзеров неплохо он отгородился мостами заблокировав путь Тандеру к важному острову вокруг которого находятся три гейзера весьма серьезно потратился сейчас Тандер конечно солнце самая дешевая технология доступна игрокам но здесь было всего лишь два арбалета а он против двух арбалетов настроил что-то невероятное какую-то целую армию построил посмотрите пошел он в обход не стал заморачиваться хотя мог втихаря проломить мосты либо громко бабахнуть мелдауном но решил просто пойти в обход как говорится нормальные герои всегда идут в обход Тандер играет солнцем что у нас лучше всего контрит солнце это дождь злейший враг солнца это ману варс ну конечно хоббсу нужно было взять еще и солнце ведь там баррикады дешевая эффективная защита а уже за баррикадами настроить огромное количество манувар которое распилит все солнечные юниты сколько бы солнце не строило манувар все равно все распилит к сожалению строит хоббс айс каннонс мы видим какая-то грубейшая ошибка на каждый юнит нужно построить по одному айс каннонс то есть это большой перерасход расход штурм пауэр хотя поставил всего лишь один пул мануварс у него большой радиус он бы захватил все юниты при такой же цене напомню вам пул мануварс стоит 600 айс каннонс также стоит 600 это тактическая ошибка но хоббс у нас сейчас из всех новеньких является самым новеньким такой каламбур можно сказать он у нас ньювест мы видим он так и не построил ни одного нового голема со старта игры по прежнему у него всего лишь ходят 5 големов это никуда не годится ему нужно хотя бы 12 големов мы видим что тандр строит просто не думая огромнейшее количество вирбас но у дождя есть ответ на это есть эйсит баррикада которая заблочит любое большое количество летающих юнитов также у дождя есть аистауэрс против спама они менее эффективны но тоже весьма неплохая защита но главное это главное оружие где по прежнему первый уровень нужно ману варс появляются респауны пошла десятая минута игры появляется первый респаун у красного посмотрите сколько големов у тандера тандер первый берет ману варса вернулся на остров за подмогой правильный тактический ход с его стороны все таки в долгой игре в такой против технологии солнце никак не рулит солнце всего лишь вспомогательный варкшоп вспомогательная мастерская я думаю игра хоббсом проиграна сейчас он делает апгрейд но немножко поздновато тандер уже взял технологию теперь уже нельзя будет реализовать преимущество технологии над солнцем я не вижу пути по которому хоббс мог бы выиграть хотя перед этим он с некоторой удачей выиграл два раза узмастера на шторм предателя который любит ставить дизлайки у синего осталось достаточное количество гейзеров смотрите и огромное количество големов разграбляет каравана хоббс до сих пор не догадался соединить гейзеры по кратчайшему пути с аутпостом мы видим два голема инвалида три часа в час по кристаллу таскает вот этот бедный голем тащит кристалл ходит за 20 километров куда-то к гейзеру все это благодаря хоббсу тандер тем временем переключается со спама VRGX на спам ману варс ну пора бы уже заканчивать эту игру уже и так совершенно все ясно кто здесь выиграл даже на миникарте если мы посмотрим миникарту и так все понятно кто выиграл нам не нужно даже на экран смотреть что тянуть кота за яйца когда как говорится все ясно но все равно неплохая попытка со стороны хоббса все таки он самый новенький и как ясно ясно все равно ясно ясно ясно